Меня зовут Юрий, project manager в компании, которая занимается разработкой программного обеспечения. На определенном моменте моей жизни мы вместе с моей женой решили, что нам будет лучше, если мы переедем в другую страну из Украины. Мы хотели испытать себя, скажем так, мы хотели посмотреть, а можем ли мы начать все с нуля. Мы сначала пробовали уехать в другую страну, не в Канаду. Мы пробовали уехать в Германию. Сначала мы пробовали оформить документы самостоятельно, но мы очень оба далеки от юридических вопросов, поэтому нам в любом случае потребовалась квалифицированная помощь в этих вопросах. Поэтому мы пошли в несколько компаний, обратились в несколько компаний, и буду их называть, чтобы не делать им плохую рекламу. Эти компании, скажем так, предложили сразу очень много, а на самом деле после анализа этих компаний, которые я сделал самостоятельно, различными способами, выяснилось, что все это большей частью слова. То есть они не могут предоставить реальные результаты своей работы, они не смогли мне предоставить ни список контактов людей, с которыми я смог бы пообщаться, они не смогли мне предоставить список работ конкретных, которые они, сопроводительных работ, как и что они будут делать для меня. Поэтому мы потратили достаточно долгое время, большое время на все эти вещи. Ну и, наконец, мы пришли в компанию Polyon. Честно говоря, мы туда пришли уже немножко с негативным настроем после всех наших мытарств по этим компаниям. Ну, значит, что мне изначально понравилось и, скажем так, настроило меня на позитив, то, что Polyon была первая компания, где нас встретили не словами о том, что у нас все получится и только принесите деньги, а нас встретили анализом наших шансов куда-то уехать куда-то. То есть собрали наши данные, провели спецанкетирование, провели ряд тестов и дали нам варианты, куда, в принципе, мы можем уехать. То есть это был достаточно деловой подход. И изначально первое интервью было вообще бесплатным, то есть никто с нас не взял деньги, и нам предложили реальные варианты. Когда мы начали сотрудничать с компанией Polyon, мне очень понравилось то, что компания ценила мое время. То есть мне не давали размытых инструкций, мне не говорили беги туда, делай то. Мне дали очень краткие и четкие инструкции, как компания может мне помочь. Соответственно, я собирал эти документы действительно самостоятельно, естественно, но я знал, что я делаю. Я знал, где и что мне нужно собирать. Я знал, какие мне нужны подписи, какие мне нужны документы, что мне нужно. В результате я сэкономил достаточно много времени. На протяжении всего процесса компания Polyon оказывала мне различные виды поддержки. В первую очередь информационную поддержку. Также я могу даже сказать, что в какой-то мере моральную поддержку. К этому сейчас вернемся. Информационная поддержка заключалась в том, что я в любой момент знал о том, на каком этапе находится рассмотрение моего дела. В любую минуту я мог позвонить в компанию и получить квалифицированную консультацию о том, что мне надо будет делать на следующем этапе, почему какая-то задержка и так далее. То есть это была информационная поддержка. Моральная поддержка. Дело в том, что когда подавались мы, процедура была очень-очень длинной. И были определенные непонятные нам задержки со стороны именно Киевского посольства. Мы не знали, в чем дело. Выяснилось потом, что это были задержки у всех, а не только у нас. И на протяжении всего этого времени компания, еще раз повторюсь, давала очень четкие инструкции и, скажем так, в чем-то успокаивала нас. Потому что на самом деле это очень нервный процесс, особенно на последних стадиях. Субтитры создавал DimaTorzok